Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и сегодня мы поговорим об одном из прикладных аспектов техники частотного разложения. Идея данного урока появилась у меня после посещения онлайн мастер-класса Андрея Журавлёва «Частотное разложение 2.0». Хотя материал данного мастер-класса мне в основном был знаком, но я всё-таки почерпнул для себя кое-что новое и Андрей натолкнул меня на идею визуализации одного из методов, которые он использовал для частотного разложения. Основой данного метода является отказ от фильтра Gaussian Blur, то есть размытие по Гауссу, и замена его фильтром Surface Blur, то есть размытие по поверхности. Но дело в том, что при таком способе достаточно трудно получить визуализацию аналогичную действию фильтра High Pass. Вот смотрите, если мы применим фильтр High Pass, сейчас я сделаю копию слоя, иду в меню Filter, Other High Pass, увеличу масштаб изображения до 100%, Ctrl-Alt-0. Вот теперь я могу чётко видеть текстуру кожи и могу подобрать радиус таким образом, чтобы у меня не появлялись излишние объёмы в средней полосе частот, а была видна только текстура кожи. И вот для того, чтобы было также удобно подбирать радиус фильтра Surface Blur, я решил воспользоваться одним из свойств режима Normal и инвертирования исходного изображения. В чём это заключается? Дело в том, что если создать копию слоя, инвертировать её, Ctrl-I, и понизить непрозрачность или заливку, что в принципе одно и то же, до 50%. Конечно, Opacity и Fill – это совершенно разные вещи, но в данном случае они будут воздействовать одинаково. Мы получим среднесерую картинку. Теперь, если мы начнём размывать нижний слой каким-либо фильтром, например, фильтром размытия по Гауссу, Гаусс & Blur, мы получим картинку, практически аналогичную фильтру High Pass, но с уменьшенной в два раза контрастностью. Если мы будем размывать нижний слой, мы получим инвертированный фильтр High Pass. Если мы будем размывать верхний слой, Гаусс & Blur, мы получим тот же фильтр High Pass, но с уменьшенной в два раза контрастностью, что нам и нужно. Давайте посмотрим, как это будет действовать с применением фильтра Surface Blur. Идём в меню Filter, идём в меню Filter, Blur, Surface Blur. Здесь мы можем подбирать как Radius, так и значение Threshold, порог. Для начала значение Threshold лучше установить на 255, тогда данный фильтр будет действовать точно так же, как и простой фильтр Гауссового размытия. Затем, постепенно уменьшая Threshold, мы добиваемся того, чтобы у нас несколько поблекла картинка и исчезли вот такие локальные объёмы. Это значит, что мы убираем размытие с областей с чёткими границами. Таким образом, мы визуализируем подбор оптимального радиуса. Но дело в том, что размывать нам нужно не инвертированный слой, а нормальный. Для того, чтобы это было удобно, нужно сверху добавить слой Invert. И тогда, размывая уже нормальный слой, Filter, Blur, Surface Blur, мы получим практически ту же картинку, что и при использовании фильтра High Pass. Вот сейчас я немножко уменьшу изображение, и вы наглядно это увидите. Ещё раз обращаю внимание, как действует регулятор Threshold. В крайнем правом положении он аналогичен фильтру размытия по Гауссу. Обратите внимание, какой при этом ореол на контрастной границе. Когда мы уменьшаем значение Threshold, вы видите, что данный ореол бледнеет. Это означает, что граница в этом месте останется чёткой, и у нас не будет грязи на изображении. Опытным путём я установил примерное значение Threshold. Числовое значение Threshold обычно колеблется в районе от значения, равного значению радиуса, но выраженное в уровнях Levels, и примерно до значения с коэффициентом 2, то есть в данном случае от 20 до 40, примерно так. Конечно, для различных изображений могут использоваться и другие значения, но в основном вот такая корреляция прослеживается. Теперь давайте создадим структуру слоёв с использованием данного метода визуализации. Давайте я сейчас всё удалю. Выделю данные слои с клавишей Shift, нажму клавишу Delete, и начнём всё заново. Лучше всего данные действия записать в Action, и затем использовать данный Action в своей работе. Я создаю копию слоя, называю данную копию Low. В процессе написания экшена лучше всего пользоваться для создания копии в меню Layer, Duplicate Layer. Тогда мы сможем сразу ввести название. Затем я дублирую данный слой ещё раз, называю Temp. Это будет временный слой, который затем удаляется. Этот слой я инвертирую, Ctrl-I. Непрозрачность или заливку, Opacity или Fill уменьшаю до 50%. Получаю среднесерую картинку. Затем добавляю сверху слой Invert. Мы уже разобрали, для чего это нужно. Затем снова дублирую фоновый слой. Ctrl-J. Перемещаю данный слой наверх. Для этого используется комбинация Ctrl-Shift и правая квадратная скобка. Для пользователей Mac OS это будет Command-Shift и правая квадратная скобка. Этому слою я даю название High и пока что отключаю его. Затем перехожу на слой Low. Подбираю радиус для фильтра Surface Blur. Либо, если вы не желаете использовать Surface Blur, можете использовать Gaussian Blur. При этом у вас отпадёт необходимость предварительного подбора радиуса с помощью фильтра High Pass. Если кому-то непонятно, о чём я говорю, непонятны какие-то тонкости, я советую прочитать статью Андрея Журавлёва о методе частотного разложения в его живом журнале. Или посетить его ближайший мастер-класс по частотному разложению. Итак, я иду в меню Filter. Blur. Surface Blur. Подбираю здесь необходимый радиус и значение Threshold. В данном случае я использую значение примерно 30-35. Нажимаю ОК. Подождём, пока применится фильтр. Данный фильтр использует довольно сложную математику и поэтому применяется медленно. Затем вспомогательные слои, корректирующий слой Invert и Temp, можно либо отключить, либо удалить. Я их отключу, так как они при этом ни на что не повлияют. Вот такая картинка у нас получилась. Как видите, мы получили чёткую границу овала лица. То есть грязи у нас здесь уже не будет, как при использовании гауссового размытия. Теперь включаем видимость слоя High. Делаем его активным. Идём в меню Image. Apply Image. Источником выбираем слой Low. Режим смешивания ставим Subtract. Scale 2. Offset 128. ОК. И меняем режим наложения на Linear Light. Мы получили исходную картинку. Давайте сравним. Вот картинка совершенно не меняется. Теперь для того, чтобы облегчить процесс ретуши высокочастотной текстуры кожи, можно добавить сюда вспомогательный слой. Например, Brightness Contrast или Curves. Давайте добавим слой Curves. Здесь мы поднимем контраст. Примерно вот таким образом. Желательно придерживаться симметрии кривой, чтобы она проходила через центральную точку. Но в принципе это даже не важно. Потому как мы этот слой будем использовать только при ретуши вот этой высокочастотной текстуры. То есть мелкой текстуры кожи. Теперь можно создать вспомогательные слои для ретуши. То есть кликнуть вот на эту иконку с нажатой клавишей Alt. Создать слой, назвав его Retouch High. Привязать его к ниже лежащему слою с помощью обтравочной маски. И создать такой же слой над слоем Low. Но здесь обтравочной маски уже не нужно. Называем его Retouch Low. И нажимаем ОК. Теперь на вот этих слоях мы можем выполнять ретушь. Причем данный процесс будет недеструктивным, так как в любой момент мы сможем данный слой удалить, но не нарушить исходную структуру слоев. Отключаем вспомогательный слой. Желательно также как-то назвать его, например, Contrast Boost. И использовать его только при ретуши вот на этом слое. Теперь еще один момент, который позволит несколько ускорить вашу работу. Для того, чтобы быстро включить видимость вот этих двух слоев, отключив остальные, нужно выбрать слой Retouch High, нажать Alt и кликнуть по глазку на данном слое. Когда я кликаю по глазку, у меня остается видимость только этих двух слоев. То есть вместе с нижележащим слоем High. То есть получается, что нам нужно включать не два слоя, а только один. Второй включится автоматически. Затем включаем слой, поднимающий Contrast, Contrast Boost. У нас очень хорошо видна текстура кожи, и мы сможем ее успешно ретушировать. Ретушируем на пустом слое с помощью любого инструмента ретуши, который вам нравится. В данном случае можно использовать, например, штамп. Он здесь будет работать лучше. И мы можем удалить вот эти дефекты. При стопроцентной непрозрачности и жесткости штампа происходит незаметное сопряжение текстуры кожи. Обращаю ваше внимание, для того, чтобы корректно производить ретушь на пустом слое, в настройках штампа нужно поставить сэмпл Current and Below. То есть образец активный и ниже. Вот для примера я удаляю несколько таких крупных дефектов, которые наиболее видимы на коже. При этом никаких забот, никаких хлопот. Не нужно думать о том, чтобы как-то сопрягать цвет, тон и прочие вещи. Все это находится на нижележащем слое. Вот я провел небольшую ретушь. Давайте посмотрим, что получилось. Отключаю слой Contrast Boost. Включаю нижележащие слои. Ага, я включил вот эти слои вспомогательные, а их включать не нужно. Поэтому давайте-ка я их удалю, чтобы они не мешали и не сбивали нас с толку. Вот так. Как видите, я произвел ретушь на высокочастотном слое. А если у нас остались какие-то неровности, то эти неровности находятся на слое Low. Здесь лучше отключать слой с текстурой. Во всяком случае, я стараюсь работать так. Потому что размытая картинка в данном случае лучше показывает, где какие неровности. И ретушь можно выполнять вот на этом слое Retouch Low. Например, с помощью того же штампа. Но здесь уже нужно жесткость штампа поставить на минимум. И использовать небольшое значение непрозрачности. Например, от 20 до 30%. Таким образом, можно легко разгладить данные неровности. Либо можно воспользоваться инструментом Mix-кисти. Выбрать Mixer Brush Tool. Поставить настройки по 20%. Sample All Layers. И в данном случае, кистью я просто сглаживаю все неровности. Вот таким образом, можно быстро разгладить кожу. И убрать нежелательные блики. Давайте посмотрим, что получилось. Включим видимость всех слоев. Вот так выглядит картинка после ретуши на низкочастотном слое. И вот так выглядит ретушь на высокочастотном слое. То есть, в совокупности, мы избавляемся от неровностей средних размеров. Корректируем немного светотеневой рисунок. И уже на высокочастотном слое мы производим ретушь мелкой и средней текстуры. Будет лучше всего, если вы сами запишите экшен. Потренируетесь. Отработаете основные навыки работы. Ну а для самых ленивых, я предлагаю скачать готовый экшен. По ссылке под уроком. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok